Печальное известие Чтобы понять, в каком моральном и физическом состоянии находился Виктор Цой тем роковым утром Отчего бежал в маленький латвийский поселок И какая точка в его судьбе могла стать поворотной И вообще была ли такая? 15 августа, 11.40 утра, Латвия 35-й километр трассы Слока-Талси В кювете, передними колесами в реке, стоит белый автобус и карус Поперек шоссе искореженный темно-синий москвич 21.41 Водитель автобуса Янис Фибикс выбирается из и каруса и бежит к москвичу В легковушке, от которой почти ничего не осталось, видит парня с черными волосами Он зажат между крышей, сиденьем и приборной панелью У него сломаны ребра, ноги, разбита голова От удара, от москвича осталось целым только заднее стекло Даже двигателя не было в машине Я подошел, смотрю, двигателя-то нет Двигатель лежал в траве, метров 10, если не больше Фибикс вызывает скорую Врач, приехавший на место раньше инспектора ГАИ, констатирует смерть водителя москвича Это Виктор Цой Сам водитель автобуса Янис Фибикс не пострадал Пассажиров с ним нет, он только что отвез группу людей в Рижский аэропорт и ехал обратно в автобусный парк День ясный был, солнце было Он тихо-тихо шел вправо Ну, не тихо, скорость большая была, но шел вправо Я думал, сейчас врежется в мост Ощущение было, что сейчас что-то случится И тогда он оттуда прямо как рванул и прямо на меня Или проснулся, или что-то большое увидел Сотрудники ГАИ осматривают место аварии Замечают, что тормозной след отсутствует Фиксируют пробег машины Всего 3400 километров Значит, новая На заднем сидении находят две удочки, резиновые сапоги и пару рыбин в целлофановом пакете 15 августа, 11.28 Еще 10 минут назад Цой жив Он едет со скоростью около 100 км в час при разрешенном лимите в 90 Дорога ровная, погода хорошая, светит солнце Температура плюс 28 градусов Из препятствий разве что сужение дороги и слепой поворот Цой съезжает на обочину шоссе Едет по ней около 35 метров и затем машину выносит навстречку Из поворота выезжает тот самый Икарус Его скорость 70 км в час Происходит лобовое столкновение Зазнанием было установлено, что водитель автомашины М2141 Цой Виктор Робертович не справился с управлением автомашины И заехал на левую сторону дороги, где столкнулся с автобусом Икарус 250 Водитель Цой на месте скончался от тяжелой, тупой травмы головы Ушиба головного мозга и многих поскользчатых переломов тела Согласно экспертизе, Виктор Цой был абсолютно трезв По одной из версий следствия, он мог уснуть за рулем 15 августа, 6 утра За 5 часов до аварии Виктор Цой рыбачит на одном из лесных озер в стороне Талси Виктор Цой любит проводить время на берегу Тихо и никого вокруг То, что нужно после шумных концертов и толп фанатов В этот день он рыбачит в полном одиночестве Сына оставляет дома После рыбалки Цой собирает удочки и едет домой До дома ехать, всего 15 минут 12 августа, Латвия Небольшой курортный поселок Незадолго до аварии Цой вместе с гитаристом Юрием Каспаряном Заканчивают работу над последним альбомом группы кино Студию им заменяет простенький домик С печным отоплением и небольшим земельным участком У дома этого даже нет номера Он называется зелтини Золотой У Каспаряна с собой портативная студия Пульт, усилитель с колонками У Цоя гитара В тихом латвийском поселке Вдали от больших продюсеров и студий Музыканты записывают демо-версию альбома кино Его выпустят уже после смерти Цоя И назовут черным альбомом Помню, что Виктор очень небрежно сначала спел И я его попросил перепеть по-настоящему Аргументируя тем, что работать лучше с качественным вокалом Спой, говорю, нормально, пожалуйста Он Ой, ну ладно Перепел Повезло, иначе сейчас бы не было черного альбома Как только работа на демо-версии закончится Каспарян увезет ее с собой в Ленинград А Цой останется в поселке Июль 1990 год Виктор Цой приезжает в маленький курортный поселок Плиенциемс Вместе со своей последней возлюбленной Наташей Разлоговой Они живут в домике Зелтини, где и будет записан черный альбом Арендует комнату с отдельным входом Они в лес ходили за грибами, всем семейством В бандминтон играли, на скейте катались В каждый свой приезд он говорил, что ему нравится здесь И что в большой шумной Москве он никогда бы так не отдохнул Виктор Цой приезжает сюда уже третий год подряд Но этот 90-й год для него особенный Цой в зените славы За плечами ошеломительный успех фильма «Игла», где он исполнил главную роль Выступление в США, поездка в Японию, самые масштабные гастроли по стране И грандиозный концерт в Лужниках Именно летом 90-го года побег из большого города Цою нужен как никогда Здесь его не преследуют фанаты Ему не надо давать автографы, интервью И главное – отрабатывать концерт за концертом Можно просто отдохнуть и, наконец, побыть в тишине Пришли сюда, это был праздник Дмитрий Цой 24 июня 1990 год Стадион Лужники 70 тысяч человек Это самое масштабное выступление Виктора Цоя за всю историю группы кино Да, впрочем, и за всю историю Советского Союза Цой – настоящая суперзвезда Когда он выходит в Олимпийской чаше, загорается огонь До этого концерта это происходило всего 4 раза Начиная с Олимпиады 80 Спасибо вам за цветы, которые сюда летят Спасибо Никому из отечественных артистов до этого момента Не удавалось собрать столько зрителей Перемен с ним поет весь стадион Парни кричат, девушки рыдают Милиция сдерживает фанатов у сцены Чтобы попасть на легендарный концерт Люди слетелись в Москву из самых отдаленных уголков Союза В кассы выстраивались километровые очереди Люди были готовы платить три цены Поклонники Цоя давали деньги жителям высоток Чтобы с их балконов хотя бы услышать голос кумира Артист выступал в Доме культуры, где ему хлопали 20 человек А здесь он выходит на сцену Лужников И 70 тысяч скандирует Цой! Перемен! Как тут можно не свихнуться? Десятки тысяч человек на стадионе В этот день скандирует только одно имя Виктор Цой Хотя вообще 24 июня на сцену Кроме группы кино Выходят и другие музыканты В Лужниках проходит закрытие фестиваля московского комсомольца Но кульминацией становится именно выступление Виктора Цоя Скажи, для тебя важно, сколько народу в зале? Очень Очень важно То есть я ужасно боюсь Вот это у меня просто страх такой Ужасно боюсь какого-то пустых мест в зале Потому что это значит, что Ну, это не знаю Я думаю, я очень растрелся Этот аккорд последний Через полтора месяца Цой окажется в Латвии Через полтора месяца он погибнет в аварии 22 июня 1990 года Ленинград За два дня до концерта в Лужниках Виктор Цой получает водительское удостоверение Цой напряженно всматривался, как сдают другие Я ему говорю, ты не волнуйся, здесь все сдают В общем, проехали два поворота Выехали на Мечникова и он садится Сел и поехал И что меня сейчас удивляет Он сдал экзамен прямо у ворот кладбища Богословского Где его и похоронили потом В день получения прав его уже ждет тот самый темно-синий москвич 5 мая 1990 год Кино выступают в Олимпийском С этого концерта начинается их летний гастрольный тур по стране Организованный Юрием Айзеншписом 7 мая кино выступают в Ленинграде Дают аншлаговый концерт в спортивном комплексе имени Ленина 10 мая Севастополь 11 мая Симферополь 14 мая Одесса 16 мая Кривой Рог В конце мая Виктор Цой уже летит в Сибирь Группу кино ждут концерты в Ангарске, Иркутске, Братске 3 июня Кино в Донецке 5-го в Ростове-на-Дону 9-го Стаханов Группа кино на стадионе Победа 10 июня Луганск Цой выступает на стадионе Авангард С 13 по 14 июня Музыканты исполняют свои хиты в Риге С 17 по 19 группа кино дает 6 концертов в Архангельске И наконец финальной точкой в череде выступлений группа кино Станут те самые Лужники Полгода гастролей Вымотанные, уставшие все Виктор тоже Никто играть уже не может Все пафосно очень Так медленно все сыграно На концертах все было гораздо импульсивнее А тут похоронные марши какие-то Ну что ж, спасибо большое На этом все это заканчивается Всего вам доброго Я думаю, что летом мы запишем новый альбом Осенью появимся Начнем снимать новый фильм А зимой, я думаю, все это увидится 27 апреля 1990 года Виктор Цой покупает «Москвич» 2141 Любая машина в начале 90-х считается роскошью Даже в столице автомобилей немного Новую модель «Москвича» просто так не купить Надо либо отстоять очередь и выложить круглую сумму Либо воспользоваться связями Дефицитный автомобиль Виктору Цою достает его новый продюсер Юрий Айзеншпис Он делает из Цоя стадионного артиста И суперзвезду мирового масштаба А суперзвезде не солидно и не по статусу ездит на трамвае Нужна машина Айзеншпис, большой продюсер Который недавно отсидел за хранение валюты и контрабанду Пользуется своими связями И лично договаривается о покупке с заводом АЗЛК Выбивает для певца «Москвич», Который изначально собирали для главного инженера завода В то время на «Москвичи» был самый настоящий бум Они считались последним писком моды И так вот запросто их купить было трудно Юрий Айзеншпис договорился с заводом И мы подъехали на АЗЛК за машиной В день покупки Цоя опаздывает в аэропорт Он летит на три дня в Токио «Москвичи» гоняют к дому Натальи Разлоговой И накрывают брезентом Там он и будет ждать своего хозяина Январь 1990 год Продюсером группы кино становится Юрий Айзеншпис По сути, это первый настоящий продюсер группы Он и организует летний гастрольный тур Составит плотный график концертов Договорится со стадионами Спланирует все перелеты и переезды И заработает много денег Именно на деньги с гастролей потом и купят тот самый «Москвич» Айзеншпис начинает работать с кино По законам шоу-бизнеса, а не уютных квартирников Группу, конечно, знали, слушали и любили И до появления Айзеншписа Но именно он сделает из андеграундных питерских музыкантов Первых суперзвезд Советского Союза Именно 90-й год многие называют переломным в карьере Цоя Он дает концерт за концертом, автограф за автографом Его популярность выходит за границы Советского Союза Он исполняет пачку сигарет в Америке На кинофестивале Sundance Получает предложения от зарубежных агентов, музыкантов, режиссеров У него появляется большой продюсер А вместе с ним стадионные концерты Бешеный график, изнурительные гастроли И злополучный «Москвич» О чем он думал, что он чувствовал в тот год Мы никогда не узнаем Но одно можно сказать совершенно точно К концу лета 90-го, когда Цой сбежал в латвийский поселок Он уже был физически измотан Мне вспомнилось, как однажды Витька пришел домой И я ему говорю «Слушай, ты такой обыкновенный! Чего люди по тебе с ума-то сходят?» Он молчит в ответ «Вить, спрашиваю, а трудно быть таким?» Он отвечает «Очень трудно» После смерти Цоя на аукционе выставят вот это письмо Цой пишет своей тогда еще жене Марьяне Дата письма неизвестна Сыграл эти два концерта и чувствую, что больше не могу или сойду с ума Хочется не думать об этом вообще, хотя бы месяц Купил туфли, наверное, тебе нужно Оставляю 200 рублей в качестве гонораров за устроение концертов Черт бы их побрал всем Пока, Цой Привет, Беклана Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»